Всем привет, на связи Бойлинг Машин. Сегодня у нас обзор девайсы для Apple от LG. Мониторы с небольшой диагональю всегда стояли особняком в ассортименте Apple. Многие поклонники яблочной продукции долго не поддерживали тренд на резкое увеличение размеров, что, впрочем, не помешало компании больше 10 лет назад представить на свет 27- и 30-дюймовые решения. Именно так в линейке Apple и ее коллег появились столь нестандартные с точки зрения соотношения диагонали и разрешения дисплея, ставшие законодателями моды. Про один из них, обновленную версию 27-дюймового 5K решения LG UltraFine, мы поговорили совсем недавно. Монитор приятно удивил. Новинка от компании LG была представлена в середине лета 2019 года. Диагональ матрицы составляет практически 24 дюйма, а ее рабочее разрешение стандартное 3840х260 пикселей, что дает нам в итоге плотность пикселей на уровне в 186 ppi. Цифра, которая с легкостью приятно удивит пользователей большинства современных настольных дисплеев. Единственное, монитор не игровой, а профессиональный, 60 Гц. В качестве интерфейсов подключения в мониторе используются порты Thunderbolt 3, часть которых получила официальную поддержку подключения Type-C девайсов, в том числе для передачи видеосигналов. Этим могут воспользоваться пользователи планшетов iPad Pro для создания второго рабочего пространства, переноса рабочих инструментов и рисования с помощью Apple Pencil второго поколения. К слову, Thunderbolt 3 портов с возможностью зарядки мощностью 85 Вт у монитора несколько, и благодаря этой возможности легко создается цепочка Daisy Chain, с помощью которой второй монитор подключается непосредственно к первому, в обход прямого подключения к ноутбуку. По уже сложившейся традиции, в мониторы для экосистемы Apple встроена довольно качественная акустическая система. Коей тут выступает LG Rich Bass. Два динамика по 5 Вт каждый. Качество хорошее, присутствует ощутимый бас, кустиковый LG UltraFine 4K, то что надо. Дисплей выполнен в рамочном стиле. Тренд на безрамочность обошел все выпущенные LG UltraFine стороной. Эргономика подставки 24-дюймового обеспечивает изменение высоты и регулировки наклона корпуса. При ее демонтаже предоставляется доступ к веса совместимому укреплению стандарта 100 на 100 мм. А официальная гарантия на монитор составляет 2 года. А на самой коробке мы уже встречаем надпись, обозначающая главное предназначение устройства. Display for Mac, что в переводе означает «дисплей для мака». Дизайнеры Apple давно исповедуют минимализм во всех его проявлениях. LG, будучи их давними партнерами, просто не могли пойти по иному пути. От своего старшего брата монитор 24MD4KL, так его кодовое название звучит, отличается исключительно размерами и формой подставки. Дизайн героя обзора с одной стороны уникален, а с другой максимально прост. Спереди у нас корпус с достаточно крупными внешними рамками, которые на этот раз одинаковы по размерам из-за отсутствия встроенной веб-камеры и микрофона для нее. Сзади нас встречает сама строгость. Усеченная пирамида с центральным креплением стойки, подставки, ряд разъемов с интерфейсами подключения, переходящих с одной грани пирамиды на ее крышу. Подобранный цвет всего убранства напоминает устройства Apple, выполненные в расцветке Space Gray, и максимально точно с ними сочетается. Из металла у монитора сделана только компактная прямоугольная поставка с закругленными углами, прекрасно дополняющая стилистику корпуса. Центральная стойка прикреплена к корпусу прямо с завода, как и сама подставка. При необходимости они могут быть легко демонтированы, после чего вы можете воспользоваться дополнительной пластиковой крышкой из комплекта поставки, креплением для отдельно приобретаемого кронштейна. Применение в качестве большого экрана для ноутбука требует подключения лишь двух кабелей, питания и тонкого провода Thunderbolt. LG UltraFine 4K выглядит респектабельно и дорого, ровно так, как любят поклонники бренда. Использование полуглянцевой поверхности матрицы – еще одно достоинство монитора. Она позволяет не только визуально усилить контрастность и частоту изображения, но и ставит крест на кристаллическом эффекте, а также кросс-хатчинг. Для меня, как для фотографа, очень важна картинка, потому что, ну, это основополагающая, да, я с этим работаю, и мне очень важно, во-первых, цветопередача, во-вторых, комфортность в работе, чтобы я видела мелкие детали. Дело в том, что на нем нет ни единой кнопки, которая бы меня вела в смущение, да. Один провод, он подключается к моему MacBook'у, и все шикарно работает. По-моему, это идеально. Кстати, очень удобно в работе, что в этом, казалось бы, вроде бы минималистичном экране есть встроенные динамики. Когда ты берешь MacBook, например, ты понимаешь, что он сделан качественно, да, на совесть. И с монитором то же самое, это не какая-то сборка с Алиэкспресс. Видно, что, ну, подошли с умом. Я действительно очень довольна покупкой. После подключения питания экран автоматически загорается при появлении источника сигнала и автоматически гаснет при его исчезновении. Управление яркостью подсветки выполняется с помощью сочетания клавиш на панели Touch Bar, а также через раздел с настройками дисплея. Благодаря тому, что система управления цветом в macOS работает на глобальном уровне, с проблемами перенасыщенных оттенков вы не встретитесь. Монитор LG UltraFine построен на базе современной IPS-матрицы, поэтому особых претензий к углам обзора ни у кого возникнуть не должно. Кристаллический эффект на мониторе отсутствует, картинка кристально чистая, как с качественного глянцевого журнала. По умолчанию, система macOS масштабирует экран под стандарт VQHD 2560x1440, поэтому все элементы остаются легко читаемы и адекватных размеров в целом. Четкость шрифта при этом абсолютно не страдает. Монитор использует в своем составе встроенный блок питания, паразитные звуки от него, как и от электронной начинки модели, в ходе всего тестирования выявлены не были. Встроенный вентилятор системы охлаждения, который удивил нас своим присутствием в мониторе подобного класса, также остался бесшумным на протяжении всего тестирования. Ну что ж, подведем итоги. 24-дюймовый малыш получился, с одной стороны, более продвинутым и качественным решением, чем старший брат, а с другой, безусловно, ему проигрывает. Среди явных достоинств модели 24MD4KL мы можем выделить визуально более точную заводскую настройку. У изученного сегодня монитора на один полноценный Thunderbolt 3 больше. Внешне из-за одинаковых по толщине внешних рамок он смотрится более выигрышно и опрятнее. Удачи в правильном выборе!